И сегодня наша задача пойти и сходить в туалет. И да, звучит это намного проще, чем кажется, потому что в этой игре 30 концовок. И сегодня на этом видео мы пройдем большинство из них. И начнем мы, пожалуй, с самой простой. Это будет хорошая концовка. Для этого нам нужно взять ключ от комнаты и открыть нашу входную дверь. Опаньки-папа, дверь открылась, поехали. Что нужно сделать? Нужно просто сходить в туалет. Так, открываем двери. Открывается, да? Это, по-моему, наш туалет. Да, и это будет обычная концовка, потому что нам просто нужно будет использовать туалет. Вот и все. И у нас первая концовка получена. Хороший финал. Еще не слышал о новом магазине робуксов с лучшими ценами? Тогда тебе на сайт blogsport.gg. Это сайт, с которым покупка робуксов пройдет выгодно, безопасно и быстро. Вводишь сумму покупки, следуешь понятным инструкциям на сайте, и сразу после оплаты робуксы зачисляются на твой аккаунт. Кстати, каждая покупка на блог спорт приносит тебе очки опыта. Копи опыт, прокачивай уровень и зарабатывай бесплатные робуксы на странице наград. Просто прикинь, что за 500 робуксов ты платишь всего 250 рублей. И специально для моих подписчиков я оставил секретную ссылку в описании, которая даст тебе 10% бонуса к первой покупке на Voxport. С ним ты сможешь получить уже 550 робуксов, но за те же 250 рублей. Удачных покупок, ну а мы продолжаем. Так, мне кажется, что мы можем использовать вот этот тостер. Так, сначала мы его выдернем из розетки, теперь возьмем... Ух ты, мы взяли реально тостер! И я понимаю уже прекрасно, куда это все нас ведет. Мы должны зайти в ванную, о боже! Так, подожди-ка, что нам нужно сделать? Давай зайдем в ванную. А, мы можем ее открыть. Теперь мы включаем воду. Теперь что мы делаем? Бросить тостер? Как мы его бросим? Наверное, вот так вот. А, вот, я включил тостер, получается. И теперь что? Кидаем его в воду. О боже мой, я умер! Вот и сходил в туалет. А все начиналось так просто! И у нас получена новая концовка! Ты очень творческий человек! Не, ну согласитесь, реально, до такого додуматься было бы реально сложно. Как бы то ни было, но самый простой способ ничего не делать, просто лечь спать. И давай посмотрим, что будет, если мы реально просто заснем. Да, интересно. Я, наверное, сейчас обоссусь, я так полагаю, да? Потому что, ну да, это логично было. Опа, и мама пришла, посмотри, что с ней. Она в шоке. Типа, в смысле, чел? Какого фига? Туалет же тупо за дверью. И у нас еще одна концовка. Пописать в кровать. Кажется, у тебя проблемы с мочеиспусканием. Мне кажется, нам нужно попробовать что-то экстремальное. Давай-ка пойдем на улицу и зайдем в какой-нибудь магазин. Я думаю, это будет точно хорошая идея. Такс, для этого нам что нужно сделать? Нам нужно как-то выйти на улицу. О боже, у нас еще здесь целая куча концовок. Так, ну пошли выйдем на улицу. Такс, куда нам нужно пойти? Улица очень большая, здесь так много локаций и домов. Но мы, скорее всего, зайдем вот в этот вот магазин. Действительно, реальный магазин. Поехали, зайдем в него. Так, здравствуйте, сэр. Я пришел купить кое-что у вас. Но денег у меня нет, поэтому я просто украду. Не обращайте внимания, я скоро вернусь. Ой. По-моему, что-то не так. О, нет. Чел, я пошутил. Только не стреляй. Я все... Я понял. И у нас новая концовка. Украсть. Кассир зарабатывает только минимальную зарплату. Типа, зачем ты воруешь? Ладно, поехали дальше. Есть еще одна маленькая концовка, которая очень быстрая. Для этого нам нужно снова пойти в туалет. Такс. И знаете, что мы сделаем? Я думаю, каждый хотел так сделать, но никто так не делал никогда. Нужно просто сходить в туалет, не открывая унитаз. Ну да, плохая концовка. Плохой прицел называется. Так, теперь-ка вот что мы сделаем. Мы откроем нашу комнату и просто зайдем в туалет. Там у нас было еще пару концовок интересных. И я хочу испробовать одну из них. А что будет, если мы нажмем на раковину и сходим в туалет туда? Ведь так многие делают, правда? Опачки-папа. И у нас концовка раковины. Пожалуйста, используйте туалет. Я понял, больше не буду. А вот эта уже концовочка будет поинтересней. Нам нужно сначала собрать все деньги, которые есть у нас в доме и не только. Так, 5 баксов мы нашли. Давай проверим полностью все шкатулочки. Так, вот у нас еще, еще, еще. Отлично. Так, вроде бы все мы здесь собрали, да? Вроде бы последние. Все, больше нигде нет. Отлично. Выходим на улицу. Так, 15 баксов у нас есть. Давай пооткрываем еще шкафчики. Опачки, еще пятерочка. Так, у нас тут, кстати, желтый ключ. Ладно, это мы используем чуть попозже. Дальше. Открываем все шкатулки и смотрим. Так, здесь тоже нет у нас долларов. Опа, еще пять баксов. Так, смотрим. У нас здесь, по-моему, был ключ. Так, здесь ничего нет. О, здесь у нас пять баксов. Здесь у нас еще пять баксиков. Так, что у нас здесь еще? Давай пооткрываем вот эти вот шкатулки. Опа, еще пять баксов. Отлично, у нас уже 45. Так, вот еще лежит. И, по-моему, это... Нет, подожди, давай проверим еще вот эти шкафчики. Так, теперь пошли выйдем на улицу, зайдем в магазин. И, как я помню, в магазине тоже были деньги. О, здесь еще пять баксов лежит. Отлично. Так, покупать пока что мы ничего не будем. Что, бесплатно? Ладно, это мы выпьем чуть попозже. Так, у нас где-то здесь вот еще у нас денежка есть. Отлично. Теперь, опа, секретный ключ. Давай откроем эту дверь. Так, пошли внутрь. Посмотрим, что там. Опаньки, папа, тут у нас шкафчики. Давай пооткрываем все и посмотрим, нет ли здесь каких-нибудь деньжат. Потому что нам все понадобится. Опа. 70 долларов у нас теперь есть. Так, вот еще 5 баксов. Правда, я не знаю, зачем нам столько денег. Ну да ладно, пусть будет. Так, и здесь еще 5 баксов. Отлично, у нас теперь 80 долларов. И ты не поверишь, что мы сейчас сделаем. Я думаю, каждый хотел это сделать в магазине. У нас будет очень эпичная концовка после того, как мы их все купим. Так, теперь мы должны все это поднять и съесть. Так, отлично, уже почти все съели. Так, еще осталось 2. И давай последний. Мы потратили на них все наши бабки, на эти тако. Отлично, мы все съели. Теперь идем, вы сами знаете куда. Теперь мы должны попасть в наш туалет. И сейчас произойдет просто что-то невероятное. Мама, я уже иду. О боже, я боюсь себе это представить. Надеюсь, звук у вас не на полную громкость. О боже мой. О господи. Что с ним происходит? Он съел столько тако. О нет. Я надеюсь, он не как ракет. А, понятно. Боже мой. Боже мой. Как рвануло. Боже. Это, вот это эпик прям. Взрывная диарея заканчивается. Ты съел слишком много тако. Слишком много. И сейчас у нас будет очень грустная концовка. Потому что нам придется сделать то, чего никто никогда не делал. Я, конечно, в кавычках. Так, где наш ключик? Вот он. Так, отлично. Мы открыли ключик. Все, открываем. Вообще, в этой игре 30 концовок. И на этом видео, я думаю, мы пройдем, ну, 10 плюс. Где-то вот так вот. Так, мы должны взять вот этот молот огромный. После этого нам нужно идти обратно в дом. И ты даже в голове не держишь мысли, зачем нам нужен молоток. Так, судя по всему, он не против того, что мы его взяли. Поэтому мы идем домой. Это, на самом деле, очень грустная концовка. И ты сейчас поймешь, почему. Для этого нам нужно разбить аквариум. О нет, наша бедная рыбка. Давай выкинем молот. И нам нужно будет ее поднять. Отлично, мы взяли ее. Бедная рыбка, мы ее убили. Но что поделать? Такова игра. Мне очень жалко эту рыбку. Но для того, чтобы получить ачивку в Роблокс, я сделаю и не такое. Нам придется ее смыть. Прощай, рыбка. Прощай, моя любовь. Я буду любить тебя. Эх, прощай, наша рыбка. А сейчас у нас будет концовка намного сложнее. Потому что здесь нужно будет делать целую комбинацию разных действий. И для этого нам опять нужно будет выйти во двор. И ты не поверишь, во дворе нам нужно будет поговорить вот с тем вот строителем, который загадочно сидит и ничего не делает. Так, строитель, дорогой вы мой. Тут, кстати, еще бабки лежали, оказывается. Так, он нам диктует диалоги, но диалоги нам не высвечиваются. Видимо, это баг игры. Но я знаю, что нам нужно делать. Он просит нас собрать бревна, которые разбросаны здесь по локации. И мы, конечно же, их сейчас соберем. Так, и первое бревно у нас где-то вот здесь вот, на этой горке. По-моему, оно лежит вот... А, вот же оно. Так, это мы взяли. Отлично. Это доска, вернее, не бревна, доска. Так, первую мы ему дали. Отлично. Теперь нам нужно попасть в его дом. Вот в этот вот домик, который сейчас строится. Для этого нам нужно попасть вот в этот сад. И здесь у нас, опа, лежит ключ. С этим ключом нам нужно попасть в дом. Вот в этот вот дом, скорее всего. Я так понимаю. Да, это ключ от него. Есть. Отлично. Мы открыли дверь. Так. Музыкальное сопровождение просто имба. Но сейчас речь не об этом. Нам нужно найти эту доску. Вот она лежит. Я ее вижу. Так, отлично. Мы ее взяли. Нам нужно отдать ему бревно. И он нас отправит сейчас к третьему бревну. Молодой человек, я принес. Так. И третье бревно, опять же таки, находится в том же доме. Проблема только в том, что мы не можем брать больше, чем одну вещь в наши руки. Ну, такой вот он ограниченный у нас персонаж. Текст. Нам нужно зайти, скорее всего, в эту комнату. Потому что здесь мы бревно уже забрали. Так. И где же оно у нас находится? Скорее всего, в шкафчике. Да. Оно здесь. Ух ты. Тут еще лобик лежит. Не знаю пока, зачем он нам нужен. Но, видимо, зачем-то нужен. Молодой человек, я принес вам еще одну доску. Я так понял, она не последняя. Ладно, я знаю, где еще одна лежит. Она лежит вот в этом супермаркете. Как раз таки недалеко. Ну, нам повезло. Так. Вот она прямо перед нами. Господи. Почему я раньше ее не видел? Обычно я запоминаю предметы, но тут что-то подзабыл. Так, отлично. Я надеюсь, это последняя. Нет, не последняя. Ладно. Но, кажется, я знаю, где лежит последняя. Так. Нам опять-таки нужно пойти сюда. И я помню, что за закрытой дверью, за вот этим розовым замком, была еще одна. Такс, 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 такс. Где-то тут она была. Где-то... А, вот же она. Все, отлично. Мы взяли. Ну, я надеюсь, что это последняя. Ну что? Молодой человек, я пришел. Держите. Нет, и это не последняя. Но я знаю, где лежит еще одна досточка. Поэтому поехали, ее заберем. Я же говорил вначале, что квест будет очень сложным. Так. Скорее всего, она будет где-то за нашим домом. Так, нет, это не оно. Это... Вот она. Прямо за нашим домом находится. Боже, как я не увидел. Но я надеюсь, что это будет последняя. И что же это будет за концовка такая, мне интересно. И это еще не все. Но я знаю, где еще одна лежит. Так, поехали, ее возьмем тоже. Где-то за заборчиком должна быть вот здесь вот. А, вот она. Вот она. Я вижу ее. Так, вот она у нас в руках. Отлично. Последняя доска. Ну, я надеюсь, это будет последняя. Нет, и это не последняя. Боже, сколько досок нужно собрать. Но, похоже, я знаю, где есть еще одна доска. Для этого нам нужно снова вернуться в наш дом. Текст. Нам нужно попасть в комнату мамы. И там будет у нас еще одна доска. Ну, это, я надеюсь, будет последняя. Так, забрали ключ. Сейчас откроем дверь. У нас еще тут целая куча концовок всяких разных. Такс. Где... А, вот она. Я вижу ее. Я вижу. Вот она. Отлично. Мы забрали ее. Просто превосходно. Молодой человек. Ну, этого, я надеюсь, вам достаточно. Нет? Тогда ладно. Я знаю, где еще одна доска лежит. Но я надеюсь, что это будет последняя. Господи, сколько же досок нам нужно собрать? Так, вот еще одна доска. Отлично. Надеюсь, мы не умрем, если упадем. Отлично. Держите, сэр, последнюю. Нет? И это не последняя. Боже, сколько же досок нужно собрать-то тебе, чел? Игра-то про то, что мне нужно сходить в туалет 3 часа ночи, а не собирать доски. Так, нам нужно найти еще одну доску. Так, по-моему, она будет у нас вот здесь вот, где красный домик. А может быть и нет. Но давай посмотрим. Я думаю, что здесь. Она должна быть спрятана. Вот она, вот она, вот она. Я нашел ее. Господи, сколько же я искал. Вы-то видите все в одном дубле. А я это все искал. Господи, боже мой, сколько времени. Так, молодой человек, я принес вам еще одну доску. И это еще не все. Ага, я понял, для чего нам это все нужно было. Для того, чтобы заколотить этот гребаный туалет. Зачем ты это сделал, чел? Но я помню, что мы видели лом. Буквально в том доме, в красном. Вот он, да. Не зря там был лом. И я как раз задавался вопросом, а зачем он нам нужен? Только у меня есть другой вопрос. А зачем мы делали все эти действия? По факту мы тупо заколотили этот туалет для того, чтобы его теперь расколотить. Не зря же мы бегали пол-видео. Да, да, отлично. Мы разбиваем эти доски для того, чтобы им идти в туалет. О, господи. И последняя доска разбита. Есть! Это еще одна концовка. О, боже мой. Хорошенько так сходил в туалет. А мог бы сходить и дома. Конец портативного горшка. Ты не можешь доверять каждому, кого видишь. И сейчас будет концовка очень необычная. Для этого нам нужно будет пойти в очень странный дом. И когда я говорю необычное, я имею в виду, что она будет реально необычная. Так, что нам нужно сделать? Нам нужно сначала найти ключ от того дома. И я знаю, где он находится, потому что мы его уже брали. А, вот он. Так, не могу понять, где это... А-а-а-а. Нам сюда нужно было пойти. Так, и здесь у нас еще денежки лежат. И целая куча разных штук. Но нам в данном случае нужен этот цветок. Давай нажмем на него. О, боже, это реально. Посмотри. Опа. Он... Это что, кактус был? Полив растений. Будьте осторожны в следующий раз. Ну, конечно, поливать кактус, чел. Но нельзя же руками-то голыми. Ё-моё. У него же колючки. И сейчас будет самая эпичная концовка, которую вы когда-либо видели. О, боже мой. Мне не хочется этого делать, но мне придется. Именно поэтому я стану странным и строгим школьником. Потому что я сделаю то, что уже нельзя будет вернуть обратно. Такс. Ну-ка, мама. Я пришел тебя разбудить. А, маму нельзя разбудить. Понятно. Она спит мертвым сном. Но я знаю, как мы ее разбудим. Вернее, я знаю, что мы сделаем для того, чтобы она больше никогда не проснулась. Мне не хочется этого делать. И я не должен этого делать. Но игра заставляет меня. Так, мы взяли ключ. Сейчас нам нужно будет попасть в этот дом. Ты сейчас поймешь, о чем я говорю. Да, мы берем настоящий нож. И ты уже понял, чем закончится эта концовка. Я не хотел этого делать, но игра заставляет меня. Я здесь ни при чем. Это все не я. Но сын должен это сделать. О, боже мой. Зачем ты это сделал, чел? О, нет. Меня посадили в тюрьму. О, господи. За что? Убить своих родителей. Твоя собственная мать. В общем, надеюсь, видео тебе понравилось. И если ты поддерживаешь его лайком и напишешь комментарий, я сниму еще больше интересных концовок в этом плейсе. Всем спасибо за просмотр. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok